11 февраля Ложной и восстановительной хирургии имени Гусака, депутат Народного сайта Алла Бархатного организовала небольшое мероприятие, пригласив в эти отделения веселых аниматоров. Мы сегодня с молодой командой активистов, студентов приехали сюда для того, чтобы деткам сделать небольшой праздник, подарить им небольшие подарки. Я вижу, что дети очень рады, довольны. Разговаривала с родителями, они сказали, что это замечательно, что у детей сегодня получился такой праздник. Детей ждали загадки и викторины, в которых они с удовольствием приняли участие. Развлекательная программа была подобрана организаторами таким образом, чтобы излишне не нагружать болеющих ребят. Родители, находящиеся в отделении вместе с детьми, по достоинству оценили акцию. Это представление мы ждали долго, так как детки находятся здесь от трех недель и больше, до полугода, до трех месяцев. Для них этот праздник большой, потому что постоянно получаемая терапия, уколы, лекарства. А это отвлечение. Отвлеклись хоть от плохого и увидели хорошее. Они очень рады. Очень спасибо вам большое. Благодарны вам очень. Кроме развлечения в виде веселых конкурсов, песен и танцев, детям были доставлены вкусные подарки. Это фрукты, так необходимые выздоравливающему детскому организму. Работники Донецкого агентства детских праздников «Корпорация детства» решили поработать для детворы бесплатно. Глаза именно этих детей, они намного добрее. И когда ты смотришь в них, ты понимаешь, что вот в этом и есть для меня смысл жизни. Наверное, ради этого сюда приезжаешь и делаешь добро. Именно эти детки, им тяжело в такой среде. И поэтому мы приезжаем сюда, чтобы своего рода дать какую-то терапию детям, развлекательную терапию. Нужно ли говорить, сколько радости и позитива мероприятие принесло детям, истосковавшимся в больничных серых стенах по яркому цветному настроению. Само представление мне очень понравилось, очень прикольное было. Здесь всегда, почти каждый день скучно, нечего делать, по дому скучаешь. А когда приезжают артисты, они тебя веселят, и ты развлекаешься с ними. О пользе такого вида терапии говорят и медицинские работники, отмечая у детей после развлекательных программ улучшения самочувствия. Врачам хотелось бы, чтобы такие праздники проводились чаще. Естественно, таких выступлений в жизни детей нашего региона довольно-таки мало. Особенно учитывая последние обстрелы. Детям как можно больше, желательно разгрузки психоэмоциональной. Данный праздник позволит им немножко отвлечься от бытности, расслабиться. Если больше было бы таких праздников в жизни детей, естественно, им было бы легче жить. Сердечная патология нарастает на фоне эмоциональных воздействий. Очень часто у них появляются срывы ритма. Притом они прогрессируют на фоне того, чем больше дети переживают. В данный момент на лечении в отделении находится 22 ребенка. Некоторые лежат с родителями. Алла Бархатного, которая уже практически год занимается снабжением всем необходимым данным отделением, пообещала, что такие праздники будут проводиться систематически. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ.